Место происшествия в эфире Ирина Орлова в студии. Здравствуйте! В этом выпуске самые громкие преступления, автомобильные катастрофы, а также забавные случаи, произошедшие в городе и крае за неделю. Вот некоторые из них. Ушел гулять и не вернулся. Трагичным финалом обернулись поиски 7-летнего мальчика в селе Дружба. Ребенок найден мертвым в местном водоеме. Угнал и врезался. В селе Краснореченском 18-летний юноша забрал у таксиста машину и на большой скорости протаранил автобусную остановку. Люди успели разбежаться. Косолапая проблема. В поселке Корфовском местные жители заметили на улице Медведя. Его удалось загнать на дерево, но возмутитель спокойствия все же забежал. После 12 часов поисков найден погибшим 7-летний ребенок, который исчез во вторник вечером в селе Дружба. Искать Ваню начали еще до наступления темноты. Ночью к поискам подключились полицейские и сотрудники МЧС. Тело мальчика, который так и не успел пойти в первый класс, нашли водолазы. О пропаже голубоглазого блондина Ивана Малахова в дежурную часть заявила 24-летняя мама. Некогда послушный мальчуган не пришел к ужину с улицы. В 6 часов вечера ребенка среди гуляющей детворы уже не было. Перебирая одну за другой фотографии внука, бабушка детально вспоминает минувшие сутки. Он утром, как всегда, встал, позавтракал, дома сидел. Потом телевизор посмотрел. Телевизор посмотрел, да? Да, потом пообедал, выпустили его гулять на улицу. А это примерно который час был? Во втором часу он гулять пошел. А потом мы с дедом его пошли на дачу в пятом часу. И он гулял на улице, все детвора видела его. По словам сверстника, в ванне он был излишне застенчив. Часто наблюдал за другими детьми со стороны, долго не решаясь подойти. Скромный такой. Скромный? А чем обычно занимается он? Играет здесь, вот где он с братом на велике катается. А было такого, чтобы он уходил, пропадал, его искали? Нет, вообще ни разу. В первый час поисков мальчика удалось выяснить. Ваню в компании двух детей постарше видели на окраине села. Компания направлялась в сторону села Некрасовки. Чтобы дойти до водоема, где позже было обнаружено тело ребенка приятелем, пришлось пройти около 9 километров. Что происходило потом, остается только догадываться. Юнцы, с которыми мальчик отправился купаться, неохотно разговаривали с полицейскими. Уверяли, к водоему не ходили. Ваню с собой не брали. Однако полицейским удалось разговорить одного из них. Мальчуган проговорился, что у воды они не нашли друга, который куда-то пропал, оставив на берегу свои вещи. Поэтому домой пошли уже вдвоем. Ваня плавать не умел и, вероятнее всего, чтобы не прослыть трусом, прыгнул с импровизированного пирса в воду. По словам родственников Вани, дошкольник мечтал стать первоклассником. И с нетерпением ждал дня, когда мама с папой купят ему костюм, в котором он впервые сядет за парту. В семье остался еще один мальчик, младший брат Ивана. С места происшествия Сергей Полуэктов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. В Комсомольске-на-Амуре приговор за гибель на воде другого ребенка вынесли шкиперу дебаркадера, с которого в сентябре прошлого года упала в Амур трехлетняя девочка. Ее мать вместе с подругой и речником распивали здесь спиртное, отмечали день рождения девочки. Ей как раз исполнилось три года. О самой имениннице забыли и обнаружили ее исчезновение далеко не сразу. Поиски вели больше недели полицейские и добровольцы. Однако нашли тело ребенка только через 12 дней. Жительница Комсомольска увидела с берега в воде детскую куртку. Шкипера признали виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Вина шкипера заключается в том, что он знает, что водное судно является источником повышенной опасности. На нем находится малолетний ребенок, передвижение которого без присмотра взрослых запрещено, не обеспечил или пренебрег правилами эксплуатации транспортного средства, а именно не обеспечил безопасность малолетнего ребенка. Комсомольщанина приговорили к трем годам колонии условно. В марте по этому же делу судили мать девочки. Ей назначили два года исправительных работ без лишения свободы. С удержанием в пользу государства 10% заработка. На скорости свыше 100 км в час врезался в автобусную остановку 18-летний водитель легкового автомобиля. ЧП произошло в селе Краснореченском в 7 утра. Люди, ожидающие общественный транспорт, уцелели чудом. Павильон оказался разрушен, а машина, как выяснилось, была угнана. Сельчане ждали очередной автобус в сторону города. Опасность в виде Ниссана Лоурель, мчавшегося на предельной скорости, пришла с другой стороны. Иномарка, визжа тормозами, врезалась в подиум, смела скамьи, вышибла подпорки, державшие крышу, и завалилась в канаву. Люди успели разбежаться каким-то чудом. Ехавшие в автомобиле юный водитель и 44-летний хозяин машины не пострадали. Полиции работа нашлась быстрее, чем предполагалось. Причем не только сотрудникам ДПС, но и криминалистам. Владелец иномарки, занимающийся частным извозом, заявил, что юноша неправомерно завладел Ниссаном. После аварии тот убежал в жилмассив, но потерпевший проявил хитрость. Он проследил за беглецом и позже навел на его убежище полицейских. Схватили подозреваемого примерно через час после крушения. Тот признавал, что был за рулем этой машины, но претензии относительно угона отвергал. В его версии автолюбитель сам позволил ему сесть за руль. Сел я на такси за 250 рублей, доехал до совхоза. Потом сел за руль, сказал ему, садись рядом. На магазине я тебе отдам ключи. С поворота, как совхоза, я вылетел под километров 150-160. И улетел в остановку. Так а за руль вы с его согласия сели? Нет. Или все-таки он против был? Он сначала боялся, потом, конечно, решил. События, описанные заявителем, этой версии сильно противоречили. Близ остановки Заводская он действительно посадил в машину клиента, выпускника детдома. Доехать нужно было до Краснореченского села. По пути возникла необходимость заправить машину. Заехав на АЗС, мужчина купил горючее, а когда вернулся к водительскому месту, обнаружил, что оно уже занято. Более того, своевольный клиент уже собирался трогаться с места. Мужчине пришлось проявить хитрость. Он заговорил с юношей и успел запрыгнуть на переднее сиденье. Когда тот поехал, хозяин машины потребовал остановить иномарку, но в ответ получил угрозы и непечатную брань. О личности подозреваемого известно следующее. Он уже был судим, отбывал срок, живет в Краснореченском, занимается перепродажей подержанных машин. Хозяин автомобиля признался, что у иномарки тоже непростая судьба. Ее уже один раз угоняли, но владельцу посчастливилось ее вернуть. Пострадавших в этой истории нет только по какому-то фантастическому везению. С места происшествия Кирилл Новиков, Александр Ифанов и Степан Симонов. Патрульный автомобиль разбит, двое полицейских травмированы. Таков финал преследования нарушителя, уклонившегося от проверки на дороге. Несущественные ранения получил и сам беглец, в машине которого ехали еще и две девушки. Лихача поймали с помощью очевидца, который, любопытство ради, увязался следом. 23-летнего автолюбителя, управлявшего универсалом врачи, скорой помощи осмотрели первым. У мужчины многочисленные резанные раны, результат удара о ветровое стекло. Следующим к медикам обращаются патрульные. У обоих инспекторов подозрение на черепно-мозговую травму. У одного к тому же порезана рука. Раны обработали в реанимобиле. Все трое пострадавших решили остаться на месте. Свидетелем ночного преследования стал 23-летний автолюбитель. Погоню он заметил близ 3-й гимназии и решил понаблюдать, как будут развиваться события. Этот водитель и сам едва не стал жертвой лихача. Аварийный финал погони очевидец наблюдал с расстояния 30 метров. При подъезде к магазину Бекемот, получается, колдина каким-то образом резко развернулась. Скорее всего, ручником, потому что разворот был очень сильный. И в этот момент патрульный автомобиль просто сшибает его и вылетает на бордюр. Наиболее ценное, что мог предоставить сотрудникам ГИБДД очевидец, это запись видеорегистратора, который был установлен в его машине. Первые кадры погони автомобильный самописец зафиксировал на улице Московской. И на марку свидетеля обгоняет темные универсалы, а затем и патрульная машина с включенными световыми сигналами. Преследование продолжается на улице Дикопольцево. Запись объясняет и то, почему произошла авария. В середине проезжей части на улице Некрасова установлена линия электропередач. Столплэп разделяет встречные полосы. Нарушитель решает объехать высоковольтную линию и развернуться, тем самым запутав полицейских. Наряд тоже идет на обманный ход. Лэб-инспектор объезжает по встречной полосе, стараясь преградить путь лихачу. В этот момент и происходит удар. Водители пассажиры машины пытаются уйти. Автолюбитель, ехавший следом, не выключая регистратора, бросается задерживать шофера. Итог погони. Разбит и универсал, и казенная корола. Патрульный автомобиль мощным ударом отбросила на тротуар. Задержанный водитель прав никогда не получал. Молодому человеку выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Нарушителя отправили в спецприемник. По решению суда он может провести там до 15 суток. С места происшествия Сергей Полуэктов, Александр Ефанов и Степан Симонов. Годовалого медведя ловили в поселке Корфовском в четверг вечером. Косолапый пришел в жилые кварталы еще засветло. Местные жители позвонили полицейским, но те зверя не обнаружили. Снова на глаза людям бурый медведь попался уже в темноте. Агрессии он не проявлял. Ходил по кварталам и везде совал свой нос, словно знакомясь с обстановкой. Испугавшись толпы, которая его преследовала, незваный гость забрался на березу. Его обложили со всех сторон. Приготовили брезент и веревки. Медвежонка хотели скрутить и отвезти в зоосад. Однако, посидев на дереве, зверь обманул собравшихся внизу неуловимым маневром. И куда-то улизнул. Предполагается, что в поселок медведь пришел с территории Большихикцирского заповедника. Отыскать его в темноте не удалось. Далее отчет об автокатастрофах и крупных ДТП недели. Смотрите во второй части выпуска. Один погиб, остальные сбежали. У дендропарка водитель Тойоты Алион растолкал своей машиной стоящие у стоп-линии иномарки. И оказался на главной дороге вне очереди. Скончался пассажир. Выехали не глядя. В селе Князеволконском под 25-тонный грузовик попала катавшаяся на мопеде пара. Молодой человек погиб. Его 19-летняя спутница в тяжелом состоянии.